Друзья, приветствую! Евгений из Калининграда прислал образцы масла ZIC TOP LS 530. Это у нас C3 среднезольник, баночка со свежим, баночка с отработкой. Так, отработка, видите, какая темная, потому что это BMW X6 E71 2011 года с 3-литровым дизелем. Я так полагаю, что не подписано, но я так полагаю, что это N57 D30 245 л.с. Обратите внимание, общий пробег автомобиля серьезный какой-то, 480 тысяч километров. Пробег на масле 6800, 185 моточасов при средней скорости 39,2 км в час. И используется дизельное топливо от Лукойла. Также Евгений передал два образца масла Mobil 1 ESP 530, тоже C3. Один образец подписан Европа, другой Турция. Образцы 1923-1924 года попросил сравнить в конце, после ZIC я покажу вам сравнение, чтобы можно было оценить. Так, значит, по ZIC максимальное совпадение, видите, с Mirox MX9 PAU 530, 504 допуск, фольксвагеновский, 504-507, оригинальный фольксваген Longlife 3, 530, Лукойл Генеес, Армарте, Герман Кар, тоже самое. Несте, надо было Несте написать, я написал Неста, двоечник. Так, Rolf 3 Synthetic, Motul, Opet, все это, все эти масла на одинаковом пакете от Infinium. Вот, сомнений в оригинальности масла нет, сами видите. Так, далее, скрин с базой, а вот здесь возникли вопросы. У меня три образца данного масла, я уже проверял Калининград, SPB, нижняя строка, и предпоследняя снизу, это просто эталон C3. Так, и все они демонстрируют разный уровень, вот это максимально загадочно для меня, но если самый высокий уровень у образца из SPB, Калининградский ненамного отличается, скажем так, вот, но сильное отличие вот у первого эталона, который я делал, бирюзовая линия, он самый низкий уровень демонстрирует, похоже, здесь вообще ПАО нет, вот, это очень, честно говоря, странно и непонятно, или совсем мало, как такая ситуация, то ли менялась рецептура, то ли пакета положили меньше, может, ПАО не такого качества, не знаю, загадка. По пакету видно, что они одинаковые, немножко тут уступает Матюль, X-Clean+, по сукцинемидам, да, видите, сэкономили, и Shell, тоже такой экономисты из Московской области, тоже чуть-чуть сэкономили, вот, у Shell уровень пониже, но я думаю, что он должен линия в линию с Матюлем идти, но, скорее всего, если он на GTL сделан, то сам GTL нулевой, скажем так, уровень понижает, вот, чуть почище, и поэтому чуть-чуть есть расстояние между черной и синей линией. Надеюсь, вы поняли мое корявое объяснение. Так, значит, данные по свежему, вот подписано Калининград сокращенно, окисление 13,5 практически, обычно это показывает содержание эстеров, но эстеров здесь нет, видимо, какой-то другой компонент, в сетках дает вот такие показатели, чаще всего так противоизносных присадок как-то маловато, 0,8 для среднезольника, антиокислители фенольных 0,15, аминных 0,73, ну, тоже не много, но достаточно, скажем так, щелочное 7,29, это по ГОСТу для отработки, чуть заниженные данные, и высоковато кислотное, на мой взгляд, 1,68, может, кстати, в этом объяснение, вот, разного уровня. Так, и вязкость рабочая при 100 градусах, 11,76 с антистокса, ну, типичная для С3, тут как бы вопросов нет, и давайте перейдем к отработке. Так, отработка у нас данное же масло, BMW 3.0, 6,800 километров, 185 моточасов, слегка подросло окисление, слегка нейтрование, но типичная картина для дизелей, опять же, серьезно выросло количество противоизносных присадок, но это связано с достаточно высоким содержанием сажи, сажа всегда вот дает такие подскоки по ЗДДП, фенольных антиокислителей остаток 35%, аминных 75,3%, процент остаток, значит, щелочное 5,52, и кислотное 2,67, у дизелей кислотное побыстрее растет, чем у бензиновых моторов, ну, и небольшая просадка по вязкости, 11,4 с антистокса, значит, минус 0,36 с антистоксов от начальной, так, и 0,75 сажи, в принципе, уровень такой средний, я бы его назвал, но с учетом того, что машина проехала 480 тысяч километров, я думаю, что это совсем неплохо, но, опять же, надо учитывать стиль езды, если постоянно, вернее, если владелец активно пользуется газом, то сажи тоже будет побольше, так, видим, да, что есть некоторое разжижение, ничего криминального или такого существенного, да, немножко разжижилось, но в пределах нормы, скажем так, нормальное разжижение, так, ну, и давайте посмотрим прогноз, что было, что стало, по моющим нейтрализующим свойствам почти 13 тысяч километров, 353 моточаса, по оксидам азота, прогноз моточасы 1131, ну, для дизеля, мне кажется, чуть маловато, но, опять же, тут надо учитывать все-таки пробег серьезный такого автомобиля, почти полмиллиона километров, ну, и вязкость, понятно, там 1200 моточасов, внизу у нас оценка состава, скажем, смесень, чуть-чуть забеднена, ну, это обычная, чаще всего так и бывает у машин, вот, ну, нормально отработала, на мой взгляд, с учетом пробега, вот, абсолютно нормальное, качественное масло, среднезольное, у кого катализаторы на месте, смело можно использовать, так, подписываться не призываю, подписывайтесь на Рутуб, на Дзен, и давайте посмотрим, покажу вам все-таки, значит, данные по Мобил-1, ЕСП, из Турции, и европейская, так, вот, сверху подписано Фин и ТР, не знаю, почему я Фин подписал, почему-то я решил, что с финского завода, ну, ладно, тем не менее, можете сравнить, с учетом погрешности, все тут одинаково, разница вон, 16 сотых по окислению, чуть больше по нитрованию, но, опять же, там базой могут гулять, противоизносных, вот здесь уже похоже на среднезольник, и посмотрите, насколько больше, чем в ЗИКе, фенольных антиокислителей, аминных, да, серьезное отличие, и практически такое же щелочное, кислотное ниже, и вязкость чуть-чуть по, ну, это, опять же, ну, все одинаково, тут я не вижу разницы, с учетом погрешности, погрешности базы, разные, ну, даже рынки разные, ну, и сравнение, посмотрите, турецкий я сравнил с финским, отличие 0,3%, и вот какой-то у меня еще образец был, кто-то присылал, но уже давно, эталонный, R, буква, и тоже там практически нет отличия, сами видите, все, пакет просвечивается, Opet, FullTech на Infinium и Motul, вот единственное, Quicksilver тут затесался непонятным образом, да, ну, кто хочет, может изучить, но, самый главный вывод, отличий между маслами нет, можно смело покупать турецкий, ну, правда, с другой стороны, особо за Mobil переплачивать смысла не вижу, масла одинаковые, ПАО истеров нет, 14 там с копейками окисления, говорит, что обычный C3, раньше в данном масле было в районе, если память не изменяет, 30-34 окисления, там были истеры, сейчас их нет, свежие, это уже новые рецепторы, и на таком же пакете можно найти более доступные масла, вопрос, конечно, открытый, почему Mobil отказался от ПАО и истеров, если по экономическим соображениям это одно, а если нашли какой-то негатив в долгосрочке, это совсем другое. Вот такие получились тесты, благодарю Евгении за предоставленные образцы, за поддержку канала, все, кто посмотрел данное видео, благодарю также, желаю всем удачи, здоровья, берегите себя и близких, всем мира, увидимся в следующих видео, пока!